Кстати, вот мы если говорим о бедности, особенно когда мы говорим о отрыве столицы и каких-то регионов отдельных от глубинки, это ведь, наверное, все мы видели, наши зрители на этом YouTube-канале следят за новостями, видели эти протесты в Башкирии. И вот там, да, все-таки основным поводом стал приговор для одного из местных активистов. Но ведь, как мне объясняли опять-таки люди прямо оттуда, что это просто то, что, как называется, накипело, да, то есть вот эта самая бедность, нищета в национальных республиках, таких как, например, Башкирия, да, то есть все, что идет в центр, ничего не остается на местах, ничего назад не приходит, это, грубо говоря, и стало одним из таких главных составляющих вот этих протестов, да, вот как вы считаете, это тоже одна из составляющих? Я думаю, что в данном случае нет. В данном случае нет. Башкирия очень образованный регион, один из самых высоких уровней образования в Российской Федерации именно в Башкирии. Башкирия очень высокоразвитый регион, там очень хорошая промышленность такая, очень серьезная, действительно, да. И мне кажется, что скорее все-таки у основы лежала не усталость от бедности, хотя, конечно, там много бедных людей, как везде, это понятно, но мне кажется, что основным таким триггером была не бедность, а ущемленное чувство национального достоинства. Вот это более важно было в данном случае, хотя где-то это может быть бедность, а где-то это прорыв трупов, а где-то что-то вообще. Знаете, ситуация в России похожа на горящий торф. Вот, знаете, горит торф под землей, а на земле ничего не видно, а на земле вроде все в порядке. Там вдруг раз прорвалось пламя, вот здесь прорвалось, но его начинают тушить, ну затушили, но прорвалось в другом месте. Вот в России горит торф. Понимаю, о чем вы, Леонид Яковлевич. Друзья, вы ваши мысли по поводу тем сегодняшнего обсуждения оставляете в комментариях. У нас еще есть две напоследок, специально их оставил, потому что они кому-то могут показаться такими вроде незначительными, но, как по мне, очень симптоматичными. Значит, во-первых, еще один российский артист, еще одна российская знаменитость, публично поддержала войну после того, как в начале полномасштабного российского вторжения наступала против. Это Леонид Ярмольник. Очень вот почему-то моя фейсбук-лента, где, видимо, из российского сегмента много почитателей его творчества. Ну, мы помним, да, действительно, фильмы довольно философские, он тоже принимал участие в них. В общем, очень разочарованный этим. Ярмольник так сказал, что, мол, то, как я отреагировал в начале полномасштабного вторжения, это просто была эмоциональная реакция. А теперь, начало цитаты, все, что происходит, это происходит по правильным законам, для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы и сохранить мир. Это борьба тьмы со светом. И я считаю, что мы на стороне света, потому что нельзя вычеркивать те страницы, которые забыть невозможно. Конец цитаты. Напомню, кстати, что Ярмольник школьные годы во Львове провел, это с особого цинизма добавляет его словам. В целом, да, это не первый артист российский, который вначале высказался против войны, потом как-то отмалчивался, теперь вот открыто поддержал. О чем этот? Это симптом, опять-таки, да, какой-то более глобальной, не знаю, проблемой, это можно назвать, какого-то мехопроцесса? Или же там каждый случай надо рассматривать отдельно? Ну, понимаете, то и то. Ну, конечно, это и симптом, потому что, вы знаете, вот к концу, я помню, к концу 22-го года, 22-й год начался таким кошмаром, шоком, ну, войной. Да, а к концу 22-го года вот в нашей среде как-то доминировали довольно оптимистические чувства. Вот еще немного, еще чуть-чуть, и они, в смысле вы, разобьют армию вторжения, и все будет хорошо. И мы очень как-то на это рассчитывали. И люди внутри России тоже на это рассчитывали. Потому что война закончится. Закончится именно вашей победой, а не победой Путина. Ну, вот все затягивается, и люди устают. И кому-то хочется примириться с ситуацией. Да ладно, хрен с ним вообще. Ну, все равно так. Все равно ничего с этим не сделаешь. Это первое. Ну, отдельно тоже надо все рассматривать. Меня случай Леонида Ельмольника тоже как-то очень огорчил, на самом деле. Потому что, ну, мы с ним почти шапостно, но все-таки знакомы. Один раз общались довольно долго. Я считаю его удающимся артистом, совершенно удающимся. Такие роли. Вот мой брат Франкенштейн. Гениальное. Просто гениальное. Трудно быть Богом, я помню. Мы даже в университете. Трудно быть Богом. Мне не так нравится, честно говоря, фильм. Мне кажется, что это была неудача великого, конечно, Алексея Германа. Ну, извините, мне не понравилось. Я не в астрахе от фильма, но, допустим, мой брат Франкенштейн прекрасно. Как он играл в Винкхаузене. Тоже вообще совершенно гениально, да? Ну, и во многих других случаях. Вот, и мне очень грустно на это смотреть. Понимаете, вот одно из преступлений этого режима, ну, или последствий этого режима, цель в том, что он ломает людей, которые выглядели совершенно нормально. Ну, вот из другой сферы Сергей Викторович Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации. Опять же, я с ним же обычно знаком. Вы знаете, где-то в середине 90-х, когда он был... А может, в начале нулевых, сейчас точно не помню. Когда он был... Ну, наверное, в начале нулевых. Он был... Он возглавлял российскую миссию в ООН. И дипломаты из разных стран говорили мне тогда... Ну, там была одна поездка, там был обед у него, там, в Доброносском составе, ну и так далее. И потом дипломаты из нескольких стран мне говорили, «Слушай, вообще, какой у вас классный мужик возглавляет представительство». Ну, просто каляки совершенно. И все понимает, интеллигентный, и все такое. В общем, ну, вот это вот, да? То есть, у него его уважаем. Это не небензин какой-нибудь, понимаете, который называют у нас «саври-глава». Вот, к нему относились с реальным уважением, действительно, да? И вот что из него стало, да? И то, что Леонид Риммолик вот так сломался, это ужасно. Я не знаю, чем его сломали, понимаете? Может, просто устал. Может быть, пообещали какую-нибудь цацку там, может быть, заслуги перед отечеством. Первой степени, но не знаю, что, да? Может быть, взяли на близких. Они же любят это делать. Жена, дочь, взять, мало ли что, да? Мало ли что. У зятя какой-то бизнес, я слышал. У жены такой, не то чтобы бизнес, у что-то вроде этого. Может, взяли на чем-то. А каждого можно на чем-то взять. И ему сказали, вот смотри вот. Либо-либо. Ну да, вариантов может быть много. Друзья, вы в любом случае оставьте в комментариях имена тех, кто удивил вас своей позицией в хорошем смысле и в плохом. Во время полномасштабного вторжения будет любопытно эти имена услышать. Но, в принципе, я, наверное, первую пятерку из них, из хороших, по крайней мере, да и из плохих, наверное, тоже попробую угадать. Но вы все-таки напишите. Напоследок, Леонид Яковлевич, еще одна история, которая просто на удивление всколыхнула вообще всю Россию. Да, это история с домашним котом Твиксом. Значит, наши украинские зрители могут не знать ее. Я поэтому в двух словах расскажу. Значит, поезд девушка везет в переноске кота, имеет на него разрешение какое-то на перевозку. В какой-то момент он улизнул из этой переноски. И, значит, проводница взяла его и выкинула на 30-градусный мороз. Кот в итоге погиб. Значит, это вызвало просто такой шок в обществе. Значит, 300 тысяч человек на момент записи этого интервью уже подписали петицию с требованием уволить, значит, эту тетку из, хотел сказать, Укрзалезныти, из российской железной дороги. В общем, да. Уволить ее. И там, более того, там проклены такие сыпятся. Ну, в общем, страшно. Все возмутились. И вот, да, с одной стороны, это, конечно, замечательно. Ну, я тоже, вот у меня кот Байрон вот мирно сейчас спит, и я не представляю, как его можно выкинуть на 30-градусный мороз. Однако вот удивляет определенный цинизм, да. То есть общество так, ну, вот взбодрилось, так всколыхнулось из-за кота, при том, что, ну, действительно, два года уже происходят, ну, уж извините, но куда более страшные вещи. Вот, не знаю, может, вы как-то просто вот с точки зрения психологии это как-то сможете объяснить. Или, не знаю, вот, ну, вот как вам видится эта ситуация? Ну, смотрите, у нас, во-первых, говорят то же самое. У нас пишут то же самое. Что же вы, ребята, за кота выпечалитесь, да, а людей убивают каждый день. Каждый божий день убивают людей, да, убивают, насилуют. Ужас какой-то творится нашими солдатами. А это вам пофигу. Кот вас задел, а люди вас не задевают. Это у нас писали очень многие. На самом деле здесь нет особого противоречия. Но здесь есть несколько, знаете, вот эта вот реакция на кота, она очень многосложная, на самом деле. Есть традиционная такая описанная, смеянная и осужденная русской литературой сентиментальность. Когда барыня там рыдает спектаклем, где там умирает, я не помню, то ли собачка, то ли кошечка и так далее. А в это время кучер, который ее ждет у ворот, замерзает насмерть. И, в общем, это все равно, на самом деле. Да, вот ровно вот это. Есть еще одно, понимаете, код. Он такой вот. Вот видите, вот вашего Байрона вам было бы, жалко, или мне моего Бастика тоже было бы жалко. Мы все это как-то понимаем. Это затрагивает каждого из нас. Ну, или почти каждого. Ну, не кот, собачка. Ну, не важно. Все равно жалко. Существо невинное, беззащитное и так далее. Но есть еще одна вещь. Понимаете, я думаю, что за этой бурной реакцией на кота есть еще одна. Людям очень хочется проявлять то, что Пушкин называл чувство доброе. Это было бы те в любезне народа, что чувство доброе я лирой пробуждал. Людям очень хочется проявлять эти чувства добрые. А у них практически нет возможности. Им говорят, значит так, украинцев жалеть нельзя. Кто жалеет украинцев, тот враг народа. Люди, в общем, боятся. Не только боятся последствий. Они боятся оказаться вот этого ощущения против государственной машины. Им говорят, ты вот этих донбасских детей жалей. Но донбасских детей жалеть тоже как-то не получается. Потому что понятно, что... Хотя, с одной стороны, конечно, есть дети на Донбассе, которые попали под эту раздачу. Ничего хорошего. Это очевидно совершенно. Но, с другой стороны, вокруг жалости к детям Донбасса или вообще к Донбассу столько какого-то мерзкого лицемерия. Столько мерзкого лицемерия, что люди не хотят участвовать. А тут им говорят, о, смотри, кота можно пожалеть. А вот кота можно пожалеть безопасно совершенно. И можно вот эти добрые чувства выразить. Кто-то, конечно, все равно выражает злы. Кто-то говорит, эту бабу голую, да на мороз, еще что-нибудь. Но это меньшинство. Это меньшинство. Большинство просто как-то за кота и требует, чтобы ее наказали. Ну, конечно, надо ее наказать. Ну, что это такое вообще? Зачем она его выкинула? Вот взяла бы даже, если она, как она говорит, что она ходила, искала, чей кота, никто не отозвался. Он, наверное, в другой вагон нашел просто, я думаю. Я думаю, как получилось. Потому что в том вагоне проводница же знала, что у нее по билету кот едет. Она-то это знала, и она знала, где. И, в общем, она бы отдала, конечно. Ну, все равно, в любом случае, Леонид Яковлевич, все равно, в любом случае. Так нет, конечно, если этот чужой кот, как она говорит, что она думала, что это бездомный, она должна была его отдать на станции. Представили на станцию? Да, вот возьми кота, передай ко мне, скажите, ну, вот, тварь невинная, ну, как-нибудь кормите его, чтобы не помер. Ну, что, нормально, делай его при коем-нибудь буфете бы и жил, понимаете. Тоже, не то, что с хозяйкой, конечно, но все-таки живой был бы, да. Так что, конечно, ее надо наказать. И люди вот хотят проявить вот эти, им хочется проявить эти добрые чувства, понимаете. И еще одна вещь хочу вам сказать про кота, которая меня, так сказать, в этой истории порадовала. То есть, ну, кота жалко, но, тем не менее, там были позитивные моменты. Значит, когда хозяйка обратилась кому-то за помощью, что вот, значит, кота исчез, и все, вот, что делать. Вот. Семьсот человек его искали зимой на морозе. Семьсот человек искали чужого кота. Вот. Ну, есть еще человеческие чувства у людей. Понимаете, есть. Как Волан говорил, помните, милосердие, люди, как люди, так, в квартирном вопросе в спорте. Милосердие иногда стучится в их сердце. Иногда стучится. Спасибо за такой глубокий анализ вообще этой истории, потому что она правда, ну, очень такая показательная и с разных аспектов можно воспринимать. Напоследок, нашим зрителям и вам, Леонид Яковлевич, расскажу шутку по поводу котов. Сразу вспоминается, был такой мем еще времен чуть ли не оранжевой революции в Украине, когда на российском телевидении те люди якобы показывали каких-то злобных митингующих, которые кричали «Смерть котам! Смерть котам!» Вот посмотрите, они тоже требуют убивать котов. Да, коты же в украинском языке, это палачи. Я сразу вспомнил это. По-русски «каты», по-русски «каты», по-русски «каты». «Мерть котам» тогда. Но в украинском полторение другое. Спасибо, Леонид Яковлевич, за то, что сегодня нашли время для нас. Было очень любопытно с вами, как всегда, собственно говоря, российский оппозиционный политик, кандидат психологических наук Гозман сегодня к нам присоединялся. Друзья, как честные люди, призываю вас снова поставить лайк и подписаться. Дмитрий Гордон, Алиса Бацман в гостях у Гордона. До новых встреч, всего доброго, увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok